Депутаты потребовали разобраться с едкими запахами в городе, кто может быть виновником выбросов, какие версии есть у специалистов Росприроднадзора. Дружба, помноженная на доверие. Сегодня нужно детализировать и конкретизировать те направления по отраслям, где мы можем совместно приложить усилия. Власти Омской и Павлодарской областей подписали новое соглашение о сотрудничестве. Шокировал пассажиров. В маршрутке ездил по летнему одетый парень, который пугал людей своим поведением. Запарили уже. Каждый вечер, как там гулянки, пьянки в этой бане постоянно, и плюханье в бассейн, и крики пьяные там. Люди боятся, что из-за бани дом обвалится. Почему полиция не видит здесь нарушения закона? Ждать ли на Любинском проспекте памятник Ждуну? Он одесетворяет собой пациента, который сидит в очереди и ждет приема у врача. Какие еще скульптуры могли бы появиться на улицах Омска? И танцевали до упаду в прямом эфире. На 12-м канале двухчасовой звездный марафон. Депутаты законодательного собрания потребовали разобраться с запахом газа, который уже не первый день ощущается в городе. Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании. До сих пор неопределен источник выбросов. Впрочем, как пояснил представитель регионального управления Росприроднадзора, уже есть предварительные версии. По предположению специалистов ведомства, утечка адоранта могла произойти на одном из ныне неиспользуемых предприятий. Возможно, химикат впитался в почву. Под солнечными лучами произошло сильное испарение, в результате чего над городом и повис тяжелый запах. На сегодняшний день круг по территории предприятий, которые могут быть замешаны в этом деле, четко определен. И вместе со следственным управлением мы проводим соответствующее действие. Возможно, на одном из заброшенных предприятий находится емкость, которая сейчас просто фонит. Мои специалисты выехали на данное предприятие. Информация будет позднее. Вопросы профессиональной этики обсуждали в закрытом режиме. В Омском городском совете прошло заседание. На нем решали, как быть с народными избранниками, взявшими в помощники своих близких родственников. Пока все обстоятельства скандала не выяснены, но уже ясно, что некоторые обязанности перераспределят. Вот что по этому поводу сказала председатель горсовета Галина Горст. По всем обозначенным помощникам берутся пояснительные записки, выясняются фактические обстоятельства. И уже по результатам до 28 марта будут приняты окончательные решения. Объявление дисциплинарного взыскания, предложение возместить излишне полученные суммы и отлаживание механизма учета. Такой учет будет вести наш отдел кадров, а не депутат. И будет вестись контроль рабочего времени. В Омской области завершено антитеррористическое учение. Критический красный уровень террористической опасности отменен. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства прекращаются. Другим темам новое соглашение о развитии сотрудничества до 2020 года между Омской областью и Павлодаром было подписано в ходе рабочей миссии в соседнее государство, возглавил которую губернатор Виктор Назаров. Он посетил несколько предприятий, в том числе животноводческих и нефтехимических. Какие наработки казахстанских коллег могли бы взять на вооружение омские бизнесмены, расскажет Денис Иовлев. Работа омской делегации начинается сразу после пересечения границы. Крестьянское хозяйство «Пахарь» в Железинском районе специализируется на разведении племенного скота мясной породы. Актуально, с учетом того, что нынешний год в Омской области – год животноводства. В рамках инвестпроекта сегодня здесь начали строить племенную ферму на 4200 голов скота. Активно хозяйство сотрудничает с омскими селекционерами. Нашими семенами здесь ежегодно засевают больше 3000 гектаров. Условия, в которых живут и работают сотрудники «Пахаря», впечатляют. Налаженный быт – тоже часть бизнес-плана. Специалисты работают с большей отдачей. Помимо агрокомплекса в программе визита ряд промышленных предприятий «Павлодара», включая единственный в Северном Казахстане нефтехимический завод. Знакомство с деятельностью специальной экономической зоны «Павлодар». Нынешний год для Казахстана особенный. Государство впервые в своей истории принимает всемирную выставку «Экспо-2017». А потому развитие торговых путей и транспортных коридоров между регионами по обе стороны границы особенно важно. Сегодня нас интересуют, самое важное, это логистические вопросы, это парики, ртыш, авиасообщения, чтобы наши предприниматели не могли не время от времени, а всегда свободно. В 2017 год, вы знаете, «Экспо» будет в 2017 в Астане. Мы считаем, что наши стратегические партнеры Российской Федерации, особенно наши города-побратимы Омск, Новосибирск, Алтайский край, они обязательно будут на этих выставках, поэтому пассажиропоток в 2017 году будет высоким. А вот так воспитывают будущее казахстанской экономики. В интеллектуальной школе «Павлодара» Виктор Назаров знакомится с юными исследователями и результатами их научных работ, которые имеют вполне реальную практическую направленность. Песнями и традиционным кумысом встречают российскую делегацию в культурном центре «Доме дружбы», где большая экспозиция посвящена истории прииртышского казачества. Здесь же официальная встреча глав двух территорий. Стороны презентуют инвестиционный потенциал своих регионов и подписывают новое соглашение в дополнение к уже действующим. Рамочное соглашение уже не дает нового витка развития отношений. Сегодня нужно детализировать и конкретизировать те направления по отраслям, где мы можем совместно приложить усилия. Поэтому сегодня и было подписано новое соглашение, которое в рамках дорожной карты определило основные направления и основные векторы развития, где мы будем четко в рамках исполнения обязательства органов исполнения власти отслеживать и стимулировать бизнес на развитие этих отношений. Развивать есть что. В процессы приграничного сотрудничества вовлечены около 600 предприятий, а объем торговли между ними достигает 100 миллионов долларов в год. Денис Иоблев, Константин Дудин, 12 канал, Павлодар, Казахстан. По злой иронии судьбы жители многоэтажки по улице Харьковская вынуждены мириться с легким паром в собственных квартирах. В подвале многоквартирного дома вот уже несколько лет работает баня, размеры которой поражают. Несколько бассейнов, гостиничные номера и полноценные сауны и парные. Так называемый оздоровительный комплекс работает круглосуточные. Жильцы дома даже ночью не могут отдохнуть. От постоянных испарений вентиляция не спасает, да и перебои с водой давно уже привычное дело. Сергей Лесков разбирался в ситуации. Горки с бассейнами, сауны, огромные апартаменты, выполненные в восточном стиле или, например, номера, оформленные под русскую старину и тропические джунгли. Судя по этим фото с официального сайта заведения, клиентам обещают увлекательное путешествие по всему миру. И все бы ничего, вот только вся эта красота находится не где-нибудь, а под землей в подвале 12-этажного жилого дома. Ну вот, к примеру, да, сейчас мы можем попасть. У меня в родную трубу, допустим. Я пришла с сантехником. Я не могу попасть. Это наш ходу, это наши трубы. Из-за массивной двери ответа так и не последовало. И хотя комплекс работает круглосуточно, таким посетителям, жителям многоэтажки, здесь совсем не рады и давно посылают в баню, фигурально выражаясь. Разговорник леется вот уже шесть лет. С тех самых пор, как сюда впервые заехали попариться первоотдыхающие, хозяева квартир, особенно с нижних этажей, вынуждены постоянно присутствовать на чьем-то празднике жизни. Ну, каждый вечер, как там гулянки, пьянки в этой бане постоянно, и плюханье в бассейн, и крики пьяные там, с днем рождения и тому подобное, всякое разное. И до двух, до трех ночи это продолжается. То есть ни ребенка спать не уложить, ничего невозможно. Иначе как борделем свой подвал жители дома не называют. Пьяные драки, громкая музыка по ночам и сомнительные девицы, которые приезжают сюда как на работу. По вечерам к подъезду не подойти, двор превращается в автопарковку, поэтому жильцам пришлось поставить забор, чтобы хоть как-то отгородиться от незваных гостей. А буквально на днях со стены сорвалась часть вентиляции, принадлежащей сауне. Огромные куски железа, которые чудом не зацепили прохожих, разбросало по всему двору. Люди боятся, что дом тоже может сложиться, как карточный домик, ведь под зданием, с их слов, разрыли чуть ли не целый карьер. Уже дом, наверное, сданный был. Все начали рыть, КамАЗов. Там, наверное, весь дом подкопали. Сколько КамАЗов вывозили. Как так? Это же нарушение, прямое нарушение. Многоэтажного дома и эти сауны. И люди все были против. Закон или располагается в подвале жилого дома так называемый оздоровительный комплекс, кто его собственник и что делать, жители дома не могут понять до сих пор. Люди, куда только не обращались, но внятных разъяснений ни от Роспотребнадзора, ни от прокуратуры до сих пор не получили. Единственный, кто отреагировал на заявления жильцов, это местный участковый, но и он, как выяснилось, никаких нарушений закона не обнаружил. Сергей Лисков, Денис Лопарев, 12 канал. История с полураздетым парнем, который поздно вечером один катался в маршрутке, закончилась благополучно, его вернули родителям. Напомню, шокирующее видео появилось в одной из социальных сетей. Очень легко одетый юноша, пассажиры приняли его за подростка, один ездил в маршрутке. Внимание привлекло и то, что парень выглядел истощенным, вел себя не вполне адекватно. Стревожные пассажиры обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что юноша совершеннолетний, у него проблемы с умственным развитием. Около 9 часов вечера в дежурную часть отдела полиции обратились взволнованные граждане, которые следовали в одном маршрутном такси с молодым человеком, после чего передали его прибывшему экипажу ГИБДД. Автоинспекторы доставили молодого человека в отдел полиции номер 9, откуда его забрала мама. Мама обратилась в полицию из заявления о розыске ее 21-летнего сына в этот же день, примерно около 6 часов вечера. Олег Шишов может выйти на свободу. Его прошение об условно-досрочном освобождении сегодня удовлетворил Советский районный суд. Напомню, бывшего главу мостовика признали виновным в мошенничестве, неуплате налогов и переговорили к 4 годам колонии общего режима. Сначала Шишов просил о замене наказания более мягким видом, а после подал на УДО. И вот сегодня суд удовлетворил его прошение. Если решение не обжалует, Шишов выйдет на свободу спустя 10 дней после его вступления в законную силу. Три года вместе омичи выйдут на праздничный митинг, посвященный очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. Митинг-концерт состоится на площади библиотеки имени Пушкина 18 марта в 11 часов. Уже известно, что участие в нем примут около 3000 человек. Это представители политических партий, общественных организаций, ветераны, студенты омских вузов, работники предприятий. Напомню, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе региона. Тогда 96% проголосовавших крымчан высказались за присоединение к России. И смотрите далее в программе. Ждать ли на Любинском проспекте памятник Ждуну? Он одесетворяет собой пациента, который сидит в очереди и ждет приема у врача. Какие еще скульптуры могли бы появиться на улицах Омска? И танцевали до упаду в прямом эфире. На 12-м канале двухчасовой звездный марафон. Появится ли на месте Любочки Степановича известный интернет-персонаж Ждун с предложением установить столь необычную скульптуру выступил недавно один из жителей Омска. Как пояснил сам автор, такая идея у него возникла после недавнего скандала, когда выяснилось, что авторские права на главные символы города принадлежат частному лицу. Впрочем, и без этого городских скульптур, не связанных с историей Омска, объективно говоря, маловато. Мария Седнева поговорила с омичами и выяснила, какие памятники они хотели бы видеть в городе, а также узнала, какой путь придется пройти, если возникла идея поставить скульптуру. Представьте себе, что на улице к вам подошел иногородний человек и спросил, а что можно такого интересного в Омске посмотреть. С вероятностью в 99% вы пошлете его на Любинский проспект. И дальше по привычному туристическому маршруту Любочка, Степаныч и, конечно, городовой. То, что в Омске маловато, интересно скульптур, которые могли бы стать изюминкой нашего города, это факт. Наверное, поэтому столь бурное обсуждение в интернете вызвало инициативу одного омича посадить в нашем городе известного интернет-персонажа Ждуна. Создала его голландская художница, но он стал моментально популярен именно в России. Он олицетворяет собой пациента, который сидит в очереди и ждет приема у врача. Но можно сказать, что он чем-то похож и на омича, который тоже ждет чего-то хорошего, но при этом не проявляет особой активности. Очень активными в установке всевозможных скульптур омичи были, пожалуй, лет 20. тому назад, когда и появились извояния, создавшие облик Омска. Самая популярная для фотосессий парочка Любочка и Степаныч, причудливый, на первый взгляд, похожий на груду металла, но при этом глубоко философские скульптуры художника Александра Копралова. Но в 2000-х в Омске появилась тенденция о вековечивании. Ставили преимущественно памятники известным людям, знаковым событиям, а про легкую городскую скульптуру без налета монументальности как-то забыли. Так что идея вывести в офлайн в качестве уже скульптуры такого интернет-персонажа, как Ждун, кажется вполне себе разумной. К слову, еще один интернет-мем вполне бы мог занять свое место на городских улицах. Это Омская птица. Невероятно, но факт. У большинства российских интернет-пользователей Омск ассоциируется не с Колчаком или там хоккейной командой «Авангард», а именно с Омской птицей. При том, что сами о мечи про нее практически ничего не знают. А ведь такая скульптура могла бы стать исключительно нашей фишкой. Омская птица, как и Ждун, выросла из произведения искусства, когда на картину «Крылатый рок» немецкого художника Хайка Мюллера неизвестный шутник приписал «Добро пожаловать в Омск». Так, птица в красном плаще стала неофициальным символом Омска, следов которого в Омске и не встретить. Но если ценность такого объекта неоднозначна, то всегда есть множество тем вечных. Можно воспевать профессии, поставив, например, памятник врачу. Огромное количество вузов, чем ни повод для гордости, ни причина для установки скульптуры студента. И, наконец, что мешает говорить языком искусства о семейных ценностях и найти место для памятника матери? Или хотя бы спросить у горожан, что они хотят видеть на улицах города? Какой-нибудь интересный объект, как современное искусство? Может быть, геометричную скульптуру, абстрактную? Ну, что-нибудь такое интересное, молодежное, чтобы это цепляло внимание? Скульптуру хорошей, ровной дороги. Как она должна выглядеть, на ваш взгляд? В идеале, как починенная нормальная дорога и почищенная, главное. Трудный вопрос, какую скульптуру в Омске. Ермака, например. Вот есть сейчас скульптура Ермака в Советском районе, в Советском парке. Ну, я бы хотела, чтобы она была в полный рост. Отлить в бронде свои идеи может практически любой, не только представитель власти и общественная организация, но и бизнесмены, и рядовые горожане. Для этого нужно собрать документы и обратиться с проекта в топонимическую комиссию города. Если специалисты дадут добро, то эскиз вынесут на рассмотрение в горсовет, и уже депутаты решат, нужен ли Омску, например, огромный палец или веселая бабушка с козой. Главное условие размещения этих объектов – это то, что их установка не должна разжигать национальную рознь, оскорблять религиозные чувства различных религиозных конфессий, а также не должно унижать достоинства людей в зависимости от пола, расы и национальности. Необычные скульптуры вполне могут прославить город. Ведь сегодня почти все знают, где живут легендарный Чижик-Пыжик и котенок с улицы Лизюкова. Мария Седнева, Александр Саражин, 12 канал. Кандидат возвращается. 12 канал вновь готовится показать телезрителям острое политическое шоу, на этот раз посвященное выборам в городской совет. На одной площадке мы собрали оппонентов, претендующих на депутатское кресло, общественников и журналистов. Последние задавали острые вопросы, на которые участники реагировали довольно эмоционально. Моя коллега Анна Кокорина побывала на записи программы и узнала, что интересного ожидает зрителей. Не заманивает людей, неинтереснее, чем поход на картошку. Люди уже ничего не ждут, ни во что не верят. Простой вопрос, чего вы ждете от избирательной кампании, показал, каким непростым будет путь будущих кандидатов в депутаты, и как трудно прийти к единому мнению. Каждый из присутствующих пытался отстоять свою точку зрения порой излишне эмоционально, а кто-то делал почти сенсационные заявления. Сделайте важное заявление. Мы включаем камеру крупно. Значит, у вас плохая кампания была в прошлом году. Вы про партию говорите. А вы что, с ней завязали? Да, я вышел в Справедливую Россию. А в Горсовет будете баллотироваться? От кого? От Единой России. От Единой России. Как неожиданно. А спаривали кандидаты даже дата голосования – 10 сентября. Поменяют ли горожане дач на участок, на участок избирательный или победит урожай. Ставки на явку о мече почти как на тотализаторе. Критиковали и нынешний состав Горсовета. Вспомнили и о скандале с женами-помощницами депутатов. Я надеюсь, нет этого у вас? У вас нету родственников в помощнице? Сейчас ни у кого нету, только у двух коммунистов осталось. А потом упрекнули в пассивности. Если говорить об инвесторах, ну знаю я несколько крупных потенциальных инвесторов. Они говорят, пришли в Омск, подождите, дайте договорить, пожалуйста. Говорит, прихожу я в Омск, прихожу в кабинет, у меня есть инвестиция. Ну, надо подумать, принесите бумаги, мы посмотрим. Приезжай я в Казань, приезжай я в Казань, приношу, говорю, я хочу инвестором здесь быть, инвестиции ложить. Меня хватает на руки и несут по всем кабинетам, где штампуют все бумаги необходимые. Вот разница подхода. Впрочем, громкие дебаты не свелись к оголтелой критике. Это было больше похоже на работу над ошибками. Чтобы депутаты будущие не повторили ошибок депутатов нынешних. В ток-шоу кандидат свою позицию до зрителей смогли донести общественники, активисты, журналисты, политики и политтехнологи. И хотя этот выпуск кандидата получился на редкость полемичным, 12 канал по праву стал площадкой, где рождается истина. Самые яркие моменты дискуссии и громкие заявления зрители 12 канала смогут увидеть в пятницу, 17 марта. Кандидат выйдет в 18 часов. Анна Кокорина, Наталья Бельская, 12 канал. А уже сегодня звездный полдень на 12 канале превратился в звездный марафон. Два часа с перерывом на дневные новости в прямом эфире на вопросы телезрителей и ведущих отвечали Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы Чаев, Кай Метов, заслуженный артист России и бывший участник евродиска группы Bad Boys Blue Кевин Маккой. О себе, о музыке, о жизни, о чем еще говорили исполнители, знает Наталья Бельская. Кай Метов и Кевин Маккой участник группы Bad Boys Blue. Когда-то их песни звучали на каждой дискотеке. Лично две звезды встретились на 12 канале. Здесь и познакомились с творчеством друг друга. В свое время этот пласт музыки сгенерировал внутри нас на генетическом уровне какие-то такие крепкие фундаментальные ценности, что сейчас как бы далеко и широко поп-индустрия не расширялась. Вот все равно диско, оно внутри нас. Эта музыка никогда не уходила и не уйдет. Мы добавляли и будем добавлять в нее новые звуки, будем ремонтировать ее под сегодняшнее звучание. Эта музыка проста и в этом ее гениальность. Народная группа. Так говорит о себе герой следующей программы «Звездный полдень». Добрый день, добрый день. Добрый день. Я иногда, конечно, для значимости буду говорить Владимир Владимирович. А я буду вставать и оглядываться. К Владимиру Шахрину шквал вопросов. Спрашивали, что самое важное в жизни. Интересовались, дает ли он деньги уличным музыкантам. На что Владимир шутливо ответил «Да, если поют его песни». Задали и вопрос, хватает ли средств музыканту и есть ли у него бизнес-план. Вот я хочу просто сказать огромное спасибо тем людям, кто покупает билеты на наши концерты. Потому что вот тем самым они позволяют мне не заниматься этой ерундой всей. Мне хватает. Вот на ту жизнь, к которой я привык, мне хватает. Мне не надо выпускать кружки, мне не надо в Инстаграме выкладывать свою фотографию голым, с пакетиком. Там доставка еды какой-то рекламой. Вот спасибо вам за то, что вы избавляете меня от того, чем я не хочу заниматься. В наш город группа «Чаев» приехала в рамках большого гастрольного тура. Музыканты привезли программу «Вместе теплее». Сегодня легендарная группа выступает в музыкальном театре. Дискотека со звездами 90-х пройдет в Омском цирке. А тем, кто не смог на нее попасть, «Двенадцатый канал» дал шанс потанцевать в прямом эфире. Наталья Бельская, «Двенадцатый канал». Знаменитый уральский пельмень Андрей Рожков представил о мечам комедию «Везучий случай». Зрители лично пообщались с исполнителем главной роли на премьере фильма в киноцентре «Вавилон». Причем перед поклонниками «Звездный гость» предстал в новом образе артиста «Трастил бороду». И, как выяснилось, такая смена имиджа спасает от роли старушки, с которой он стал слишком уж сживаться. Кого сыграл Андрей Рожков в новом фильме и кого считает своими кумирами, об этом в следующем материале. «Вмолилась ли ты на ночь?» Одержимой мечтой сыграть шекспировского отела продавец из магазина бытовой техники. Первая роль Андрея Рожкова в большом кино. Комедия «Везучий случай» – история друзей, чья жизнь изменилась благодаря лотерейному билету. Делиться баснословным выигрышем с женами они не захотели, что, как часто бывает, и привело к различным комичным ситуациям. Я пошла на этот фильм, потому что я обожаю Андрея Рожкова и вообще «Уральские пельмени». Там будет много актеров из вот этой их бригады, поэтому я уверена, что фильм будет интересный. Они не пошло шутят, у них душевный юмор. «Тружба дороже денег» – такой видит основную идею фильма Андрей Рожков. Мне все-таки кажется, что это такое семейное кино. Семейное, потому что у нас была премьера в Екатеринбурге, я ходил с всей семьей с детьми. Самого маленького не брал, ему полтора года еще. А среднего 8 лет и старшего 13 лет взял с собой, они посмотрели с удовольствием. «Везучий случай» забилует не только юмором, но и трюками. К работе привлекли каскадеров из серии фильмов про Джейсона Борна. Впрочем, 90% трюковых сцен Андрей Рожков исполнил без помощи дублеров. При этом артист признается, его кумиры – Андрей Миронов и Юрий Никулин. А сам он надеется когда-нибудь сыграть в кино и драматическую роль. Алена Гущина, Святослав Клименко, 12 канал. Ну а сейчас время новостей спорта. Я приветствую в студии Алексея Дарьева. Алексей, привет. Привет, Антон. Вчера «Вангард» проиграла к «Барсу», теперь мы уступаем уже 1-3. Вот твое экспертное мнение, насколько реально ястребом пройти «Барсов»? Почему бы и нет? Умские болельщики прекрасно до сих пор помнят, как мы упустили куба Гагарина. Вот с тем же самым счетом 3-1, видя в серии против московского «Динамо». Ну и, конечно, знаменитый камбэк питерского СКА, которая вообще 0-3 в серии уступала столичным армейцам. В общем, сложно, но можно. Подробности вчерашнего противостояния казанских и омских хоккейных клубов через несколько секунд. Перед новой игрой Федор Конорейкин основательно перетряхнул состав. Вместо Максима Пестушко и Николая Лемтюго в тройке с Владимиром Саботкой оказались Петр Хохряков и Антон Бурдасов. Вообщение было в заявке Александра Пережогина и Александра Кучерявенко. Вместо них на льду появились Виталий Менщиков и Иван Фищенко. Что касается Акбарса, то Зениту Лабили-Лединов никаких изменений в сочетании своих подопечных не внес. В первом периоде хозяева льда втрое перебросали омичей. Следствием этой активности стали два гола казанцев. На 10-й минуте после резкого броска из-под защитника отличился капитан Акбарса Александр Свитов. Омский голкипер подставил ловушку, но шайба проскакала по голове и спине Чеха, после чего зашла за ленточку. Такой гол – настоящий кошмар для вратаря. А незадолго до перерыва преимущество барсов увеличил Андрей Попов. Также забив в равных составах и также не без лейкошета. На старте заключительного отрезка «Ястребы» сделали заявку на камбэк. Владимир Саботко отдал на Николая Лемцюгова, тот успел обработать шайбу и отправил ее в верхний угол. Однако сделать больше в тот вечер «Авангард» не смог. Победа со счетом 2-1 далась татарстанцам по их собственному признанию в очень тяжелой и нервной игре. «Хорошая игра была, хорошее начало, ребята играли хорошо. Тяжелая концовка очень, долидольная концовка. Сердце у болельщиков Йокова очень долго. Самих Йокова. Я так давно-давно уже не нервничал. Даже играя, сидишь ждать свою смену, переживаешь, сидишь. Не знаю, до такого, наверное, точно посидеешь с такими играми». Серия переезжает в Омск при счете 3-1 в пользу Акбарса. 17 марта в арене Омск пройдет пятый матч. Пожелаем ястребам удачи, она им точно не помешает. Прямая трансляция поединка начнется на 12-м канале в 18 часов 55 минут. К другой теме. В борьбе за Кубок Омской области по конному спорту на несколько маршрутов для участников разных возрастов вышли два десятка всадников и лошадей. На маршруте номер один, где спортсменов ждали барьеры высотой до метра, победительницей стала Настя Малюк на гнедом жеребце Бонапарте. Преодолевшая дистанцию без штрафных очков. Маршрут номер два с барьерами высотой до 110 сантиметров выиграла мастер спорта Ольга Гис на польском жеребце МПЭТИ. При этом соперницы Ольги, перворазрядница Виктория Качан и кандидат в мастера спорта Ксения Кондратьева выступали на двух разных лошадях каждая. Картахена и Ларгус помогали в этот день Виктории, а Верона и Тамерлан – Ксении. Наконец, маршрут номер три с барьерами до 120 сантиметров лучше всех покорил Артем Гис на кобыле Мишель. Кроме упомянутых всадников, призерами Кубка Омской области по конному спорту также стали Анна Жигала и Алина Федянина. Уинстон Черчилль говорил, терпеть не могу лошадей, посередине они неудобны, а по краям опасны. А вот Василий Шукшин писал, что когда умрет последний конь, мир рухнет, потому что самые лучшие люди – это кони. Какая из этих двух позиций ближе лично вам – решайте сами. До встречи завтра. Любите спорт. Спасибо, Леша. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках. И на Ютубе найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Впереди еще прогноз погоды, реклама будет короткой. Омск Сайдинг Инвест. Акция при покупке металлочерепицы, конек и саморезы бесплатно. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Смотри четче. Переходи на HD. Телекарта дарит своим абонентам уникальную возможность заменить устаревшие приемники на современные. Новый HD-приемник и год бесплатного просмотра пакета «Безлимитный» всего за 3600 рублей. Подробности на телекарта.тв. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Адрес точно тот. А вход? Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальные информации о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает оффлайн. Это точно свадебный танец? За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены! Окорочок бройлера 89 рублей за килограмм. Соки и нектары добрый. 1 литр 49,90. Кукуруза или зеленый горошек с катерцем обранка 36,90. Низкоцен в Горьковском. Наш любимый магазин! По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Мемориальная компания «Дом памяти». Только в марте. Мрамор за 4900 рублей. Хранение бесплатно. Успей заказать сейчас. 590 594. И о погоде. Спонсор прогноза «Омский цирк» с программой под руководством легендарного Виталия Смоленца. История необыкновенного мужества и ежедневного подвига на манеже цирка. Завтра, 17 марта, по области Ивомский переменная облачность. Местами возможен снег. Температура воздуха в районах в ночные часы минус 10-13. Днем до 5 градусов со знаком минус. В Омске ночью до минус 17. Днем столбики термометров поднимутся до минус 7. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. С 18 марта в Омском цирке «Империя львиц» под управлением известного трассировщика Виталия Смоленца. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и хорошего вечера. С вами был Игорь Негода.